Добрый вечер всем! В эфире Харток и непростые разговоры о важном. Только что буквально завершилось судьбоносное заседание коалиции. Надеемся, что там были действительно приняты важные для страны решения. И сегодня у нас в гостях народный депутат Украины, лидер фракции «Радикальная партия Украины» Олег Лешков. Добрый вечер, Олег Валерьевич. Ну вот, у кого-то, как у вас спросить, что же происходило на заседании коалиции? Вчера нас информировал министр социальной политики Розенка о том, что будут рассматриваться в основном вопросы бюджета корректировки и социального сектора. Что решили? Саме так. Завтра о 16-й будет заседание Верховной Ради. Вранці відбудутся еще комитеты, которые будут рассматривать законопроекты с урядового пакета для отримания кредита Международного валютного фонда. Что касается позиции нашей фракции, то у нас есть несколько принциповых уважений до этих законопроектов. Зокрема, что касается законопроекта про пенсионное забезпечение, мы наполягаемо на том, что нужно запровадить одинаковый принцип нарахования для всех пенсий. Не так, как у нас сегодня, что простые работники отримуют там одну пенсию, держчиновники – іншую, прокуроры – інши, суды – інши, народные депутаты – інши. И, до речи, я думаю, что мы пробьемо эту пропозицию, и это будет историческое решение за 23 года, когда наконец-то изменят закон и для всех будут однако нараховывать пенсию. Кроме того, мы вважаем, что нужно прекратить выплату пенсии народным депутатам, которые пенсионеры отримуют пенсию и зарплату, плюс державным чиновникам. Далее, мы категорично запрещемо против повышения пенсийного века, потому что это не даст решение проблемы на повненности пенсийного фонда. Что касается самого закону про бюджет, мы вважаем, что не можно жить от кредита до кредита. Кредит Международного валютного фонда – это крайне важно, но в одночасье мы 23 года живем в кредит. Так вот, нужно уже научиться жить не в кредит, а, по-перше, посредством жить, растягиваться ножки подяжки. А, по-друге, если взял кредиты, то вкладывать в национальное виробничество, в сторону рабочих мест и так далее. Они взяли кредит, проїли, потом снова стоим в чергу за кредитом. Ну, коль мы говорили о бюджете, может быть, вы нас сможете просветить, а какой, собственно, курс доллара будет заложен? Потому что был заложен 17, и он оказался... Сейчас 21,5. Сейчас 21,5, и уряд рассчитывает, что, когда получают первый транш кредит Международного валютного фонда, в целом, эта сумма, где-то 40 миллиардов долларов на 4 года. Первый транш, ориентированно, должен быть на начале березня, 11 березня, заседание Международного валютного фонда. И это уже первый транш может быть там за несколько дней. В целом, сумма первого траншу – 10 миллиардов долларов. Олег Валерьевич, а вы верите, что доллар вернется к 21? Не будет ли опять это блефом? И не будем ли мы опять иметь дефицит? Не, ну, я скажу так, что Ян и Кассандра, чтобы гадать на каве и гуще... У нас же закон экономики, вы были в бюджетном комитете когда-то, вы разбираетесь? Я и в бюджетном, и сейчас я в податковом комитете працюю, в минулом, скликанном я был в финансовом комитете, в банківском. Курс доллара залежит от больших чинников. Первое – это золотовалютные резервы. И, до речи, частина с 10 миллиардов долларов, как минимум 5 миллиардов, піде как раз на пополнение золотовалютных резервов. И, безумовно, решение Международного валютного фонда про выделение кредитов позитивно вплине на курс доллара. Но этого недостаточно, потому что есть еще несколько причин падения курса доллара. Первое – это экономика, которая не работает. 20 экономики захоплены на сегодняшней территории. И частина проблемы, величезная, до речи, частина проблемы – это спекуляции. Об этом мы еще поговорим. Я только хочу вас спросить, может, не очень приятный вопрос задать, но тем не менее, как вы считаете, есть ли ответственность за курс гривни, за то, каким он стал и каким он был, на самих депутатах, которые согласились принять бюджет 2015 года с дефицитом больше 200 миллиардов гривень? Они же голосовали за это. Вот есть ли на вас ответственность? Безумовно, я відповідаю за все. Якщо говорите, что я не відповідаю, то мені там немає чого робити. Только слабак боится ответственности. Я не боюсь. Да, я відповідаю. Саме тому я и наполягаю, чтобы была звольнена Гонтарева с посади голови Национального банка. И мы требуем завтра голосовать это вопрос про выставку Гонтаревой. Потому что, если мы ответим, так, пожалуйста, чего же я маю ответить, а кто-то бабки крадет. И зарабатывает на скачках 10 гривен на доллар в один день. Покажите мне, где еще можно такие гроши заработать. Это только в Украине можно заработать, когда доллар от 40 до 30 гривен, или от 30 до 40 скакает. Поэтому, безумовно, я за все отвечаю. Вот, кстати, о курсе НБУ и о степени ответственности НБУ. Об объективных причинах, почему это случилось все. Говорил вот в недавнем нашем эфире Ющенко, который говорил о платежном балансе, и о войне, и о многих других чинниках. Они, безусловно, есть, конечно. Но есть и, например, прошлый вторник, который банки уже между собой назвали черным вторником, как я знаю, когда курс гривни был искусственно, так сказать, повышен. Да. Да, потому что, как мы знаем, вы помните, да, почему это случилось? Потому что экспортерам запретили эту самую гривну продавать. Абсолютно правильно. Это было сделано штучно с одной метою, чтобы несколько банков заработали на рівном месте по пару миллиардов гривен. Понимаете? Когда ты, например, берешь, сегодня купаешь доллар по 20 гривен, знаючи, что завтра ты его продаешь по 40, и заработают при этом несколько банков. Это же не мы с вами заработаем. Так, послушайте. И поэтому я и говорю, что голова НБУ мает пойти в выставку, потому что она втратила довіру рынков раз, довіру суспільства два. И, кроме того, она не просто пойти в выставку, а она пойти в тюрму. Потому что она сприяла спекуляциям, сприяла незаконному, корупційному збагаченню одиниц в этой стране. То, что делается одни Гонтарева и, в целом, политика НБУ, это мародерство. В процессе войны. За это, в целом, расстреливали бы на фронте. А мы еще умовляем президента Порошенко, чтобы он отправил ее в выставку. Да, ей погано метло, Игнат, надо. Не в выставку, а в тюрму. Ну вот, мы все знаем, что курс гривни, доллара тут же подскочил. На следующий день вернулся практически к прежним показателям. А через, по-моему, день Назбанк объявил о том, что он покупает 80 миллионов долларов. И мне так эксперты сегодня сказали, я не знаю, правда ли, вот вы либо развеете, либо подтвердите, что был один из банков, который купил себе 50 миллионов, тем самым нарушив очень важный норматив, которого должны придерживаться все банки, и все банки штрафуются за это, который называется открытая валютная позиция. Если говорить нормальным человеческим языком, это означает, что банки не имеют права покупать валюту себе, так сказать, на продажах. Вот, на открытых продажах. И говорят, что это был приватбанк. У вас есть какая-то информация по этому поводу? Я тоже про это слышу. Есть соответствующая информация, поэтому я сделал сейчас запись, ждем ответов от Национального банка, и когда будет эта ответственность, мы ее прилюднем. Но у меня нет жодного сумніва, что эти скачки курса гривни, это не просто так. Оно не может гривня скакать в один день по 10 гривен туда-сюда. Это штучно створенный ажиотаж, штучно створенные спекуляции, чтобы купить за дешево, продать, потом за дорого, и не працювавши, не бывши лежачего на рівном месте покласти в кишени, если, например, обсяг продаж за день 158 миллионов, и вот порахуйте, по 10 гривен на доллар, это 2 миллиарда долларов в один день заработали. Вибачьте, так ничего делать не нужно, кроме того, что расстрелять. Тих, кто это допускает. В конце февраля, ну, в начале года, по крайней мере, было объявлено, что в конце февраля должны были прийти деньги из Международного валютного фонда. Они пока не пришли. Сегодня мы имеем курс 33. Какой мы будем иметь курс, это нижний коридор, насколько я знаю, какой мы будем курс иметь в том времени, когда все-таки будет, дай бог, да, этот транш, мы не знаем. Вот что вы нам расскажете, будет ли кредит, если будет, то когда? Кредит, я думаю, что будет. Целком очевидно, что парламент має голосовать за те решения, но за умови врахования наших пропозиций и за умови отставки Гонтарева из посади головы Национального банка. Первый транш кредиту десь 10 млрд долларов має быть до 15 березня. Я уверен, что если только Украина получит эти 10 млрд долларов, курс сразу стабилизируется. Я боюсь помилиться в цифрах, но, дай бог, он будет значительно ниже, чем у него сегодня. Но это недостатно. Я хочу, чтобы мы понимали, наши глядачи, это только половина справа. А дальше все зависит от нас, все зависит от уряда, от изменения экономической политики, которую проводит уряд. Чтобы мы не просто приедали эти кредиты, а чтобы мы их инвестировали в национальное виробное производство, создание рабочих мест и так далее, и так далее. Лише додана вартість, лише коли працює экономика, даст возможность отримать валютную виручку. До речі, один из законопроектов, який сьогодні обговорился, и завтра будет проголосован в Верховной Раде. Сьогодні термін повернення валютной виручки 180 дней. Завтра будет проголосованный закон. Цей термін знижується до 60 дней. Термін повернення валютной виручки за кордону. Крім того, завтра буде проголосованный закон, який установлює відповідальність не лише власників банків за банкротство штучних банків, а й повязаних з ними осіб. Бо сьогодні банки валяться, а ми бачимо, що хозяева цих банків з тёлками на Канарах, на Мальдівах зависают. Вот, кстати, о хозяевах банка, тёлках, Канарах и всем остальном. Во всем мире, и это требование МВФ, насколько я знаю, есть такой норматив. Когда банк получает рефінансирование крупное, он, хозяин банка или хозяева банка, должен отвечать своим имуществом и своим личным поручительством. Так и будет. Да, и своими имуществами в залог должны. Так и будет. У нас почему-то эти нормы до сих пор не имеют. Хотя, как и при стильмах, я так не знаю. Почему? Потому что є банківське лобби, яке відстоює свої інтереси. Тому що, наприклад, власник банку отримує массу рефінансування, на гривні купує долари, долари виводит за кордон. Банк пустишку віддає фонд орантування вкладів. Люди стоять, мільйони людей, які поклали гроші, вони йдуть 200 тисяч, а максимальна цифра 200 тисяч гривень повернення вкладів. Вони роками намагаються їх отримати. А хозяин, як я вже сказав, із тёлками зависає по закордонах. То я пропоную проголосувати завтра цей закон, тёлок вернуть назад в Україну. Сільське хозяйство. Ну, куди побачимо, на що здатні. Кого в сільське господарство, кого на окружну відправимо. Хазяїв банків у тюрму посадити, майно, яке вони вивели за кордон, вернути назад, продати, реалізувати з аукціона і повернути вкладникам гроші. Реальні гроші, які вони туди вклали. А які банки отримали найсладніші куски рефінансування? Це відкрита, до речі, інформація. Ну, не всі наші зрителі ходять в інтернет, розумієте, в чим діла? Ну, я думаю, що наші зрителі продвинуті. І більшість ходить в інтернет. А хто не ходить, скажу, це Приватбанк, це банки Януковича, це банки Арбузова, банки Азарова, банки Захарченка. Тобто там маса банків. Вони по Москвах сидять, а тут і гроші заробляють. І найголовніше, отримують рефінансування під лєві контракти. Наприклад, йде до Нацбанку і каже, мені треба 100 мільйонів доларів, бо мені там горішки треба в Африці закупити. Отримує на рефінансування, купує 100 мільйонів доларів, виводи за кордон, горішки назад не вертаються. Термін повернення валюти 180 днів. А за 180 днів, ви розумієте, в сьогоднішніх умовах, коли кожен день це стрімко міняється, 180 днів – це космос. Ми почали с вами обсуждать вопросы соціалки, с этого начали интервью. Я хочу несколько вопросов вам как раз в этой области задать, потому что программа вашей партии как раз защита малоимущих. Вот вчера Павел Розенко не смог мне ответить на этот вопрос, он сказал, что он не специалист. Вообще известно, что мы в Украине добываем газа, которого на бытовые нужды населения Украины вполне хватает. Себестоимость этого газа, как мне сказала в эфире Татьяна Острикова, 500 гривень, 510, по-моему, как-то так. Мы же выкатили населению цену, насколько я знаю, 3 700. А вы будете требовать от компетентных органов, которые отрешали, что они вам как-то обусловили, объяснили, почему такая высокая цена газа для населения? Или же они хотят взять, поделить, так сказать, образно говоря, российский газ, который покупает наш газ, разбросать, так сказать, ответственность между тетей Клавой и, например, предприятиями Ахметова-Фирта, Шоколамуйского и всех остальных, и чтобы мы все, так сказать, заплатили. Самое так и делается. Значит, раньше, в прошлом году, Украина выкатила по году десь 20 миллиардов кубов газа. Сегодня выкат, до речи, рископал. Сегодня десь 13 миллиардов выкатил. Почему? Ну, через, в том числе, и повышение рентных платежей, через, взагаля, что инвестиции боятся идти. Зокрема, вот, например, нынешняя влада... Вся же дубочка, по-моему, находится не на Востоке, а на Западной Украине, Полтавской. А, Лен, правильно, але ж инвестори повинні идти. А коли в Украине війна, коли инвестор иде, вкладает бабки у видобутого газа, а потім приходит влада и забирает в него ліцензии, как сейчас намагаются это делать, то, конечно, они тикают звезды. Кроме того, газ, как, видобывается все в загальный котел, а потім распределяют на побутовых споживачів, на промисловых споживачів, смішают российский газ, смішают украинский газ, и виходит вот такая бодяга, где у мутной водицы легко риболовить. Будете вы ставить вопрос? Да, не просто будете, а ставим, а лишь кто нас чует. Знаете, з'їзд, то він з'їзд, а кто ему даст. Отож, мы ставим, ставим, только нас никто не чует. Все киваете на фугас. Постарайтесь з'їсти, да? Слушайте, я то з'їм, але ж народу їсти немає чого. Вы за депутатів не переживайте. Вони и вас їдять, и нас їдять. Народу, аби що їсти було. Вот как раз мы начали об этом говорить. Среди первоочередних задач, которые необходимо решить, через для Украины, например, есть принятие закона о рынке природного газа в Украине. А я вважаю, что первочерговый завдань мае бути взагалі повернення у державную власність надр. По Конституции земля и надра належат народу. Я питаю, чому олигархи на цьому заробляють? Якщо вы рассказываете, что это прибутково, значит это бизнес, треба повернуть в державную власність. Укрнафту повернуть в державную власність. На какие-то одни бене Коломойский сидит. Повернуть скважины, нафтовые, газовые. Все повернуть в державную власність. Чому в арабских... А это не напугает инвесторов, о которых вы говорите? Которым тоже кое-что принадлежит. Послушайте, нехай инвестори на паях с державою працюють. Нехай инвестори самі прийдуть, что-то сделают. Чому в арабских эмиратах все, что вы добываете, належит народу? Там дитина в арабских эмиратах народжуется, на ее рахунок тут же 100 тысяч долларов кладут. Поки выросто пару миллионов, на рахунку лежит. Чому наші надра споживає 5 сімей? Замість того, чтобы доходы от продажи надр використовували все громадяни Украины. Тому мы вважаем, что нужно повернуть в державную власность право користоваться надрами. И все доходы должны идти до бюджета, а не в приватные кишени олигархов. Будет ли внесено изменение в налоговый кодекс? Дело в том, что тот, который принят, который проголосован в эту самую замечательную предновогоднюю ночь, я считаю, что, и не только я считаю, а специалисты считают, и депутаты, мне все говорят, что это абсолютно непрогрессивный кодекс. Безумовно. По-прежнему, это были годы на горле бизнесменов, они еще плотнее замкнулись, понимаете? Я думаю, что это очевидно, что в умовах кризи злочин поднимать податки. Бо чем выше ты поднимаешь податки, тем меньше экономическая активность, и тот, кто працювал, то изгаля ничего працювать не будет. Бо чекает, давайте переждемо, пока дойде, и они пустят податки. Для того, чтобы отродить украинскую экономику, три ключевых речи. Первое, это снижение податков, причем радикальное. Другое, это сдешевление кредитов. О, за что тут Гонтареву сучку расстрелять надо? Ругаться не будем в эфире. Ну, будем считать, что это не ругательное слово, а это характеристика такая, ласковая. Значит, принимают и принимают решение ставка рефинансирования майже 19,5%. Это означает, что кредит у Комерсийного банка 35-40%. Кто возьмет этот кредит? А если возьмут, то это за видомо, его не вернуть. Это означает, что за откат оформлять кредит, и потом не вернуть. И банк лопнет, и люди, которые держат клади в цьому банку, не отримают эти банки. Тобто, наоборот, они рассказывают, что они поднимают ставку рефинансирования до 20%, чтобы бороться с инфляцией. Та они не с инфляцией борются, а они снищивают малий и средний бизнес, они снищивают в любых бизнесах в Украине, снищивают экономику. Бо гроши – это кров в организме. Вот если кров вы смогли из организма, то человек помрет. Так само гроши. Если забрать гроши из экономики, то это вурдалаки. Вот сегодня национальный банк – это как вурдалаки, которые пьют эту кровь, снищивают экономику и снищивают ее. Есть еще очень важный один момент, который, если мы его не решим, мы экономику не двинем. И об этом тоже говорят все бизнесмены, с кем я не разговариваю, не только я. Это упрощение разрешительных процедур. Да, дирегуляция. Да, и обеспечение функционального электронного управления. Потому что, если бы мы могли видеть госзакупки в электронном виде, это была бы совсем другая история. Мы проголосовали минулого тижня в Верховной Раде законопроект, который предбачает 100% оприлюднение всех государственных закупилей. Причем не только государственных закупилей на уровне министерств и корпораций, а и органов местной влады. Потому что, чтобы вы знали, в процентном співвозношении, как минимум, 30-40% закупилей отбывается там до 100 тысяч гривен, там, где нет тендера, и проходят темною. И ты не знаешь, у селью Раду, за сколько он купил тот компьютер. Поэтому мы приняли закон, даже если эти процедуры не подпадают под тендеры, но когда идет о государственные деньги, должна быть в сети вивешена эта информация от самой селью Рады. Я вам наведу такой пример. Я, на жаль, не взял... Извините, а когда мы это получим? Потому что даже вот... Мы все время спрашиваем, потому что свежее интервью. Даже вот в министерстве нет такой, Павел говорит, а сейчас возможности, потому что нет денег на это. Все говорят, на это нужны деньги. Та нет, ну, значит, надо скоротить чиновнический аппарат, потому что сидят там бабушки, дедушки, по 15 тысяч пенсии отримают, и по 10 тысяч зарплаты, и папирцы перекладают с одного конца стола в другой. Так вот надо половину скоротить чиновнический аппарат, а заэкономлены деньги, в том числе и на компьютеризацию, и для того, чтобы меньше было чиновников. Я приклад хотел навести. На жаль, не взял, не памятаю, обовязково скажу цю сельраду. Десь у Закарпатской чи Франківськой области мені дали цифры, я чманів. Голова сельської ради щось там у месяц понаписывала собі із преміями, зарплатами по 30 тысяч гривень получает. Голова сельської ради. А потім плачутся, що в них немає на дороги, в них немає на світло, в них немає на воду і на газ. І ніхто не знає в Україні, що є така сельська рада. Так от надо, що якщо ми говоримо про прозорість бюджетних коштів, то ці кошти повинні бути прозорі в сельраді, в районі, в області і в державному бюджеті. От, кстати, якщо говорити чиновникам, то мені кажучи, що це не найбільша біда країни. Во-первых, непомерно роздутий апарат, як ви вже сказали, в будь-якому міністерстві. Мені недавно привели такий пример о госслужащих. Мені він потряс совершенно. Мені назвали названня одній воєнній газети, не буду зараз назвати її, сказали, що там, в штаті, 400 чоловік, 20 полковників, всі вони пишуть статті якісь. Скажіть мені, це мисля мої? Всі ці люди на госслужбі знаходяться? Ну, саме тому ми і маємо таку обороноздатність. Що сидить 400 чоловік, а чим вони займаються, невідомо. Тому я кажу, що має бути радикальне скорочення чисельності чиновницького апарату і починати треба з Верховної Ради. От зараз зготуються зміни до Конституції. Я вважаю, що в Конституції має бути встановлення чисельність депутатів Верховної Ради, максимум 200 чоловік. Чиновники, яких у нас сьогодні 300 тисяч загалом по Україні, має бути максимум 150 тисяч. Коли розглядали бюджет на 2015 рік, я добився, щоб скоротити чисельність працівників прокуратури на 5 тисяч. Сьогодні їх загалом 20 тисяч по Україні. У цьому році має бути скорочено 5 тисяч. Міліції у нас 172 тисячі працівників органів внутрішніх справ. Ми добилися скорочення на 22 тисячі тільки в цьому році, я наголошую. Тобто, це треба робити. Тому що вони сидять, вони нічого не роблять. Надо скорочувати. Тихо дремлють. Абсолютно правильно. Крім того, ми вимагаємо зараз від уряду, якщо пенсіонер працює на державній службі, ми багато років це вимагали. Припиніть виплачувати йому пенсію. Нарешті вони це почули. Ми вимагаємо, і я переконаний, що ми доб'ємося, щоб всім чиновникам, державним службовцям, прокурорам, суддям однаково нараховували зарплата. Бо коли ви забираєте з роботях, з пенсіонерів, так треба починати з себе. Позбавте себе пільг, зробіть однаковий порядок нарахування пенсій, і тоді маєте моральне право забирати в роботях. Я тут недавно новість прочитала, вона мене якось дуже поразила, що в Верховному суді на 48 суддів автопарку приходиться 92 автомобілі представительського класу. Я вам скажу... Зачем вам? Глава суду, кстати, Романюк утверждає, що цей автопарк держат исключительно для безпасності суддів. Тобто вони для безпасності одновременно кожен на двох машинах їздить? Я думаю, для безпасності суддів треба хабарів не брати. І тоді буде безпека суддів. Що стосується автопарку? У Верховній Раді стощимося автомобіли і автопарк. Виділяють там 40 мільйонів гривень чи скільки на рік. От я щоразу питаю. Я депутат Верховної Ради, я жодно разу не їздив на службовій машині. Хто на них їздить? Більшість депутатів має свої машини. Для чого 40 мільйонів тратить? Передайте, залиште 10 автомобілей для офіційної делегації закордонних. А інші віддайте на АТО. Віддайте за аукціонно продайте, гроші віддайте на армію. Для чого такі автопарки? А я от добиваю зараз, щоб зміни до бюджету, коли будуть, щоб якраз врахували це питання. Мені здається, що якщо людей просять затягнути пояса, то потрібно показати пример і це буде правильно. Насправді людям не пояса затягують, а удавку на шеї. І от я борюся з всім як можу. Але ж не все від мене залежить. У нас 22 депутати. Було б у мене хоча б 222? Чи хоча б 122? А коли ви, вибачте, от ви говорили, в нас найбільша проблема чиновників. Брехня. Чиновники, насправді, це не найбільша проблема. Бо чиновники дивляться на царя батюшку. Ага. Якщо самого верху прикрутив, то всі інші будуть бояться. У нас в Україні дві найбільші проблеми. Це зовнішня агресія військової Росії. А друга – це олігархічна система влади, побудована в Україні за 23 роки. А корупція – це є похідне. Все інше – чиновники ненажерливі, корупція, безправ'я, відсутність соціальної справедливості – це похідне від олігархічної системи влади, яка побудована. І, між іншим, я ще не знаю, у чому більша небезпека. Чи в зовнішній агресії, чи в системі влади, яку побудували за 23 роки. Тому головне завдання – це зламати хребет олігархії. Тут все обсуждають сейчас в соціальних сетях замечательный этот ролик судьи Макаровского района, это я говорю о чиновниках. Мне кажется, что у нас очень мало показательных процессов, не только над такими, как судья Макаровского района, который махал пистолетом перед носом у гаишника п'яний, а тех чиновников, которые, ну, топ-чиновники, которые стали принять решение. Вот всем задавало вопрос, вернее, многим депутатам, и вам задавало, почему чиновники уровня швайки, Махницкого, Ярема и многих других уходят, вот к ним были вопросы у общества. Почему они уходят без всякого отчета, без всякого аудита перед обществом, без объяснения, почему они не смогли сделать того или этого. Просто их снимают с работы, и они уходят куда-то. Да почему они не смогли сделать, то нас мало цікавы, поганому танцору відомо, что заважает. Тут инше питание, почему вкрали и не відповидают. Я об этом и говорю. Розумієте? А так, это питание не до меня, это питание до генерального прокурора. Это питание до президента, который ставил этого генерального прокурора. А наша фракция голосовала против назначения Пшонки Шокіна генеральным прокурором. Потому что то Пшонка був кум у Януковича, а теперь Шокін кум у Порошенка, вибачьте меня. Так не за те Майдан стояв, чтобы кумов, сватів, братів знову тягнути туди до влади. И я прямо президенту про это говорю в очи. Він на меня ображается, они там уже замовили навіть какие-то переслідувания меня. На одне місце соли насиплять. Я нічого не боюсь. Богу Антареві. На одній из нарад президент Порошенко вимагає від меня, чтобы я вибачився перед Антаревою. За что я маю вибачаться? За те, что її політика привела до зубожения миллионов людей? Я розумію, что вона его влаштовывает, он ее тримает. Но тогда визнавать треба, что президент несе разом с нею відповідальній за обвал гримний, за зубоження людей, за обкрадання людей и так далее. Вот, кстати, вы так темпераментно сейчас все это рассказываете, свое мнение высказываете. А новый законопроект, который предлагает дополнить, предлагается криминальный кодекс дополнить, это как раз вашего коллеги, члена коалиции законопроекта Матейченко, да, из Народного фронта. 22-25. Формульрука мне еще понравилась. Прекрасно. Умысние дії щодо підриву авторитету государства и органов влады три года лишения свободы. Это что? Вот вы сейчас подрываете, сидите авторитет. Я думаю, что... И даже я немного подрываю, сижу. Я думаю, ну, невидимо, чи подрываю, чи надрываю, чи обрезаю. Это с какого боку подивиться. Что касается этого законопроекта, ну, что я могу сказать? Петро I, кажется, сказал, что хай говорит, чтобы дурь каждого была видна. Люди очень взволнованы. Меня очень многие сегодня просили вам задать этот вопрос. Таргай не хвилюется, но эта дурня в Верховной Раде не пройде. Это полная дурня. Как вы думаете, вот я хочу вам несколько личных вопросов задать. Почему вас часто называют человеком Львочкина? Вот, ну, хорошо, вы говорите, это неправда. А почему такой липс сформировался? Я никогда не выправдовываюся, потому что, когда выправдовываю, то точно что-то там есть. Вы знаете, моя покинная бабушка сказала, цар своей небесной, баба Настя, называй хоть горшком, не сажай. Хай называть им заводно. Мне это не печен и греет. Важливо по справах, а не что там называть. Я смотрелся в Фейсбуке с Борисом Филатовым, и там я увидела, что он очень много вас, так сказать, в свое время критиковал. А тут он вашу собаку так ласково и нежно обнимает. Может, вы уже подружились, может, вы теперь человек Коломойского? Слушайте, главное, чтобы меня ласково и нежно не обнимал. Валдеться, будет неправильно. Вы наладили отношения с Борисом Филатовым? Нет, я скажу так, что он просто сидит в зале Верховной Ради, недалеко от нас, и, очевидно, он слышал, когда он раньше про меня всякую галиматю писал, то это он слышал из чужих слов про меня. А когда увидел лично меня, как я работаю, очевидно, он переоценил меня, и я ему дякую, что он объективно смотрит на ситуацию. И на меня тоже. Вчера, к сожалению, погиб Михаил Чичитов. Ну, вообще, неделя была очень тяжелая. Но это уже как бы второй глава Госкома имущества. Вот как вы считаете, на самом деле, может ли это быть каким-то, я не знаю, может ли это быть, одни говорят, самоубийство чистое, другие говорят, доведение до самоубийства, третьи еще что-то говорят. Что это может быть, учитывая какие-то там персональные данные, да, Михаила Чичитова? Его биографию, его судьбу? Как юрист, моя освіта, до речи, первая юридичная, как психолог, как человек, яка трохи разбирается, ну, для меня целиком очевидно, что это было доведение до самоубийства. Вот этот текст записки, который был оприлюднен, ну, там очевидно, с этой записки зрозумело, что человек подавлено, она в депрессии, это очевидно. Кто довел? Треба разбираться. Я думаю, что этому вчинку могли сприять заяву Шокина, когда он заявляв про то, что, значит, додатковые звинувачения будут предъявлены. Звичайно, это вплинуло на человеку, безумовно. Кроме того, я сказал и говорю, что эти статьи, по которым предъявлено звинувачение Чечетову и Ефремову, то дурня, то дурят народ. Ефремова звинувачивают в том, что он выступил в Верховной Раде, и это распаливание междунационально и вооружение. Так, Конституция предбачает право депутата не відповідати за выступы и голосование. То есть Ефремова надо сажать не за то, что он выступил в Верховной Раде, а за то, что он финансирует сепаратистов, финансировал на Луганщине, за то, что при его допомозе проводился незаконный референдум сепаратистский, за то, что он собирал мережи в миссии на Луганщине и давал команды организовать референдум, за то, что его помечники Клінчаев и водители его сына Болотов захопливали Луганскую областную адміністрацию. Вот за что Ефремова надо сажать. Есть какие-то правила. Вот за что Ефремова надо сажать. А они ему шиють абсолютно левую статью, которая не имеет жодної судового перспективы. Почему так происходит? Это самая Чечетов. Это самая Чечетов. Вот взяли Чечетова за голосование за законы 16 сечня. Да, ця справа не имеет жодної перспективы. Чечетова нужно было брать за одно место. За то, что 10 лет назад в фонде майна раздерибанили державную властность. И он в 2005 году дав признательные показы на Кучму, на Пінчука и на всех других. Вот за что его нужно было брать. А для чего это делали? Чего их берут за те статьи, которые не имеют судового перспективы? Або была речница Майдана. Потому что нужно было показать народу зрелище. Поэтому и взяли. И через 2 дня тут же и выпустили. Это вопрос не некомпетентности судебных органов, а это просто такая имитация деятельности. Безумовно. Это имитация. Причем это отсутствие политической воли. Генеральный прокурор принадлежит от президента. Тобто извините, когда у нас в Верховной Раде сидит 30 людей, которые голосовали за диктаторские законы, для чего вы берете то, что это? Возьмите тех, кто сховался за депутатским мандатом. Но им дали возможность пройти до Верховной Ради, им дали возможность обраться. Больше того, вся фракция злодейского блоку в полном складе голосует за Шокина генеральным прокурором. Мы не голосуем, они голосуют. Понятно, что это была змова. У нас, меня, знаете, не столько даже Шокина интересует, сколько меня интересует, есть ли у нас ресурс и перспектива провести судебную реформу. Потому что я понимаю, что если мы ее не проведем, дальше мы не двинемся никуда. Перспективы есть в каждого. Но как ты реализуешь эти перспективы, залежат от нас. Мы в 91-м році, когда развалился Радянский Союз, Украина мала найкращие стартовые показатели в поревнянении с Польшей, с Молдовой, с Белоруссией и так далее. У нас сегодня ВВП на душу населення в Украине 8 тысяч доларів, а в сусідній Белоруссии 16, а в Польши 24. У нас Молдавия. Мы из Молдавана анекдоти при Радянском Союзе складали. Щукчев из Молдавана я не складал і інші складали. Сьогодні Молдавія живе краще по економічних показиках, ніж ми. Тобто, ми, вибачте, ми не просрали наші перспективи за 23 роки. І сьогодні, рік після Майдану, ми знову втрачаємо цей час. Ми топчемся на місці, тому що замість одних олігархів прийшли інші олігархи, замість одних схем інші схеми, і реально нічого не міняється. Бо там профанація, там реально посилення впливу президента на судову гілку влади, там проголосували закон, у цьому законі є норма, яка судді дає 90% пенсії від зарплати, це означає, що кожен суддя районного суду буде мінімум 20 тисяч гривень отримувати, от що вони проголосували. У нас блиц. Созданы ли в страні предпосилки для сокращення корупції? Так. А це вже коротко созданы. Хто із олігархів, з вашої точки зрення, є на сьогодні самовліятельним лицом в страні? Один, два, три человека. Хто от самовліятельний? Всі вони потроху впливають. Ну хто саме? От називайте тройку призеров. Коломоцький, Ахметов, Пінчук, Фірташ, Суркіси, Григоришин, слухайте, саме головний олігарх, Григоришин, громадянин Росії, Григоришин, який сьогодні сидить на українському вугілі, на енергетиці, тобто після Майдану в енергетику українську, зайшов російський олігарх Григоришин. Понятно. Сколько стоїть ваш пиджак? Дорого. Ходили ли ви з Росітою на фільм 50 тенков серого? Більше того, не тільки з Росітою ходив, а ще й з друзями ходили. Що ви два рази ходили? Ні, один раз, але з друзями. А, тощо ви большой компанії ходили? Да, да, да. До речі, вчора Росітою, слухайте, це хохма, приїду додому, вона мене вижене з дому, я їй дзвоню вчора з роботи, вечором їду, дзвоню їй по телефону, кажу, привет, це твій домінант, дзвонить. Вона мені кажуть, ти шо, на фільм ходив? Ні, я кажу, просто так загадав. Ні, ні, в нас в цьому плані все нормально, я не саду мене захист. Іспытывателів жалость по отношенню к врагам? Так. От мені, наприклад, я вчора, коли загинув Чечетов, я побачив цей шквал задоволення від того, що він... А Чечетов був вашим врагом? Ні, ні, ну він був політичним опонентом, але я написав, не треба сміятися з смерти Чечетова і злорадствувати. Так само, як в Росії знущаються і злорадствують з смерти Німцова. Буде ли осужден Олександр Ефремов? Думаю, що ні. Думаю, ні? Думаю, ні. Боїтесь ли ви покушення? Так. Коли ви последній раз бувся з Коломойським? Перед виборами, коли послав його, коли він мені пропонував бабки за людей у списку. Але зате майже щодня він мені смс-ки пише. Там ледний в коханні признається. Ви знаєте, це як від не нависі до любви один крок, це так само в б'яні Коломойського. То він мене ледний... То есть у вас свої 50 оттенков серого з Коломойським? Це у нього. Ага. У нього. Він, да. Ну він вообще интересен, скажіть, як личності. Він як шизофреник интересний. Понятно. Тобто він точно шизік. Це я можу стверджувати на 200%. Скільки гривень ви в місяць тратите на бензин? Багато, багато. Ну хотя бы примерно суму, плюс-минус. Ну я, Наталя, ну я ж не... То есть ви не на зарплату живете? Сто процентів ні. Чесно скажу, що живу не на зарплату. А хто ж вам деньги зарабатывает? І Росіта заробляє, і я маю деякі заощадження, і землю продали там. Ну короче, але не на зарплату. Традиційний вопрос. На зарплату неможливо вижити. На депутатську неможливо. На депутатську точно. А на тисячу гривень пенсії абсолютно неможливо вижити. Последний наш традиційний вопрос. Три самі величі проблеми України. Очень коротко. Путін, олігархи, корупція. І наш... Ну то, що в манима. Знаєте, яка? Че дурнеє? Бо біднеє. А че біднеє, бо дурнеєє? От треба стати розумнішими. Будем розумнішими, будем багатшими, будем успішнішими, будем сильнішими. Будьмо багато, Олег Валерьевич. Спасибо вам за вашу откровінність. Надеюсь, после ефіра ви мені щас розкажете содержання смс-ок Коломойського. Мені дуже интересно. Це буде нечісно по відношенню до глядачів. Що ж, друзія мої, огромне спасибо, що ви були тільки що з нами. Я прощаюся з вами. Желаю вам хорошей трудової неділи, щоб все були живы-здоровы. Берегите себя і берегите своих близких. Всего доброго.